Здравствуйте, меня зовут Лидия Корчевная и с вами YouTube канал Все наоборот. Я больше 20 лет занимаюсь образовательными, рабочими и культурными программами в Австралии. Вот наконец и добрались до любимой всеми рубрики «Ответы на вопросы и пожелания трудящихся подписчиков». Вопросы я, пользуясь служебным положением, отбирала сама. Но отвечать буду не 4 часа, как один небезызвестный персонаж, а только минут 5. Во-первых, у меня в отличие от него времени нет, обязанностей много. А во-вторых, боюсь, все разбегутся и мне страшно будет одной. Однако начнем. Вопрос первый. Встречается чаще всего в последнее время. Почему ты родину не любишь? Видимо, ожидается, что в этой точке я должна начать оправдываться, суетиться, объяснять, что люблю, но как-то издалека так, осторожно и люблю, что по ночам снятся березки, среди которых я брожу в красном сице, сарафане и лаптях, что все так сложно, что я не такая, про тяжелое детство, деревянные игрушки, отца-алкоголика и тунеядца, мать ставшую на скользкую дорожку. В общем, объясниться, как же я дошла до жизни такой. Дорогие мои, объясняюсь. Я вот люблю родную Киргизию. Но как и чем помочь дорогим киргизам, не знаю. Они вроде независимы от Австралии государство. С другой стороны, исторически, со времен смерти хана Нагоя и изгнания Жакыпа, это священная австралийская земля. Еще монаст говорил, что киргизы и австралийцы – один народ. К тому же официальный бешкек нагло попирает права англоязычных жителей, дружественного, я бы сказала, единого народа. Дело доходит до того, что в школах не проходит Чосера, Шекспира, Томаса Вятая, Генри Ховарда. Можно, конечно, снабдить оружием орыжских повстанцев и призвать их отстоять священное для любого австралийского сердца место – гору Саламонто. Но подогнать туда флот не удастся. Хитрые киргизы не имеют выхода к морю. Надо через Индию, Пакистан, Афганистан, Таджикистан и другие тихие места пробивать коридор. А там уж, когда наши придут в Киргизию и выкинут самозванцев и наркоманов из президентской резиденции Алла Арча, я вернусь домой. Потому что где родился, там изгодился. Или пригодился, не помню. Своих не бросаем. В общем, обещаю, буду стараться. Вопрос второй. Почему-то спрашивают о курении. Почему спрашивают, я не знаю. Я не курю и не курила, но меня, видимо, в этом подозревают. Так вот, хоть меня это и не касается, но борьба с курением зашкаливает. Никто вокруг не курит. Если поведется такая вот курящая овца, то здесь реально замордует. Пачка из 20 сигарет стоит долларов 50, а то и 60. Мес для курения нет, надо искать скамейки, чтобы никто не видел. Бычки надо уносить с собой, в специальной коробочке. Бедные курильщики. В общем, если бы я курила, я бы с ума здесь зашла. Но не курю, сохраняю рассудок. Вопрос третий. Что раздражает больше всего? Закаленность местных жителей. Зимой, напоминаю, в Австралии есть зима. Они ходят в кроксах на босу ногу и майках. Не греют помещение. И вообще, мне кажется, никто не обращает на холод никакого внимания. Не могу на это смотреть. Ужас какой-то. Пойдемте дальше. Бесконечное число вопросов о гомосексуализме, 20 гендерах, транссексуалах и так далее и тому подобное. У меня это все даже в каком-то ролике было. Ну, послушайте. Количество гомосексуалистов, транссексуалов, людей, не определившихся со своей сексуальностью, одинаково во всех человеческих обществах. Это от 4,5 до 5,5% населения. Хоть с пропагандой традиционных ценностей из каждого утюга, хоть с парадами Мардигра, по всем каналам телека, в Австралии, России, Иране, Киргизии и Гвинеи, где-то эти люди скрываются, потому что им угрожает смерть или общественное презрение. Где-то нормально и открыто живут. Вероятность, что ваш ребенок станет лезби или гомосексуалистом та же, живет он в Перми или Сиднее. Здесь, по крайней мере, если такое случится, он не будет несчастным изгоем. И выключите, наконец, свой телевизор. Просто поймите, что как раз нормальных любящих семей с дедушками, бабушками и троюродной роднёй в западном мире гораздо больше. Потому что, уж простите, ненависти и зависти меньше. Всё время спрашивают. Не случится ли здесь что-нибудь с их школьниками и школьницами? Отвечаю. Обязательно случится. Они получат хорошее образование. Английский станет для них таким же рабочим языком, как и русский. У них появится много друзей. Некоторые будут им опоры и поддержка на всю жизнь. А ещё они получат возможность поступить в хороший университет и стать специалистами. И самое главное, они узнают это к первому вопросу, что любить свою родину, это не значит ненавидеть другие родины и нехорошо примазываться к подвигу и историю людей, которые к тебе лично не имеют никакого отношения. От слова совсем. Пишут, что страшно отпускать школьников. Интересно, а оставлять их у вас там не страшно? Такое впечатление, что корреспонденты пишут мне из Цюриха, Зайсбурга или Гренобля. Кстати, за всеми ребятами, кто едет через меня, я присматриваю. Нахожу время для общения. Всегда в контакте с ними и родителями. Так, следующий вопрос. Почему я не даю иммиграционные советы? Объединяю его с вопросом, почему я даю иммиграционные советы. Я специалист по образованию, а не иммиграции в Австралию. Но говорить об образовании, это значит говорить о жизни. Потому что для чего оно иначе нужно, это образование? А жизнь в наше время часто связана с иммиграцией или временной иммиграцией. У кого как. Так что три сестрички ходят под руку. Жизнь, образование и иммиграция. Их обсуждаем и будем обсуждать. Я надеюсь, опять прачки. Мой дорогой фан-клуб, не буду отвечать, просто больше не могу. Скажу лучше, что еще раздражает. Левостороннее движение в бассейне. Почему машины едут по другой стороне, еще можно понять. Но плавать-то зачем наоборот? Иностранцы узнают в бассейне легко. Сталкиваются с аборигенами и потом просят прощения у бортика. Следующий вопрос. Почему я веду этот канал на русском? Мой ютуб ориентирован на русскоязычную аудиторию, проживающую по всему миру. Смотрят меня, судя по статистике, и в Южной Америке, и в Европе, и в Азии. Очень много зрителей из Тбилиси, Дубая, стран Балтии. Я должна его на китайском вести? Так, спрашивают, как привезти любимого кота Мурзика в Австралию. Животных, кошек и собак в Австралию привезти можно. Но из-за специальных карантинных мер это дорого и долго. Для влюбленных своих Мурзиков упрощенные подходы к этому снаряду существуют, я их знаю, но дешево не будет. Если вас не смущают, цифры вперед. Если смущают, уж простите, но лучше оставить любимое животное близким. И вам, и ему так будет легче. Пора, однако, заканчивать, а то на все вопросы отвечу, ролики смотреть перестанут. И мои заокеанские хозяева прекратят финансирование. Придется устраиваться на работу водителем асфальтоукладчика. Последний вопрос, очень странный, но задают его постоянно. Что я думаю по поводу того, что все вокруг улыбаются и спрашивают друг друга, как дела? А еще говорят о погоде и желают хорошего вечера или дня. На эту тему принято рассказывать, что австралийцы просто вежливые люди. Они с помощью разговоров о погоде заполняют тягучие паузы в беседах. Улыбаются, потому что так принято. И на самом деле для продавщицы в магазине изображать радость – это часть ее работы. Что уж лучше пусть улыбается, чем как в России волком смотрит. И что как у вас дела никого на самом деле не интересует. Просто проявляйте частью, частью английской традиции. Сегодня я специально для вас делаю открытие. Все это абсолютно неправда. Англичан и австралийцев, разумеется, очень интересует погода. Они просто эмоционально относятся к климатическому вопросу. И это вовсе не заполнение пауз. Улыбаются они, потому что у них обычно хорошее настроение. И улыбка – лучшее средство передать это окружающим. А когда настроение плохое, австралийцы не улыбаются. И иногда даже плачут, как все. Продавщицы улыбаются, потому что рады вам. Вполне искренне. А в России вам не рады. Тоже вполне искренне. Вы даете продавщице работу, а значит будет на что жить. И это очень хорошо. И все спрашивают друг у друга, как дела. Потому что их на самом деле интересует, как у вас дела. Не нужна ли помощь. Потому что австралийцы живут в обществе. Они в стаде. И огромная часть их ресурса – это помощь друг другу. Да, чуть не забыла. Хорошего дня и вечера желают, потому что хотят, чтобы у вас был хороший день и хороший вечер. Теперь вы знаете правду. А всем моим зрителям и подписчикам искренне хорошего дня. А если у вас вечер – доброго вечера и доброго утра. С вами была Лидия Корчемная. И все наоборот. Ютуб-канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите их на e-mail. Вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если подпишетесь на канал. Разместите ссылки на него в соцсетях. Поставите лайк. Напишите отзывы, вопросы, мнения. Обсудите со своими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok